В 2018 году в Грузии вступит в силу новая пенсионная система, которая будет распространяться на граждан страны, так и на иностранцев, постоянно работающих там. Новые регуляции предусматривают накопление денег на пенсию с части заработной платы. Такая система для Грузии абсолютно нова. И законопроект требует тщательного подхода, говорят специалисты. Как страна готовится к новшествам, расскажет Анна Анастасиаде. Старт пенсионной реформы в Грузии намечен на лето 2018 года. Новая система предусматривает накопление денег на пенсию с заработной платы. Согласно новым правилам, для каждого жителя будет открыт пенсионный счет, на который по 2% от ежемесячной зарплаты будут начислять государство, работник и работодатель. Новая пенсионная система будет распространяться как на граждан Грузии, так и на иностранных граждан, проживающих в стране на постоянной основе. Когда человек достигает пенсионного возраста, у него будет выбор, как распорядиться тем, что им накоплено. Либо до конца жизни получать пенсию, либо получать по методу накопительные программы. Что это значит? Например, человек вышел на пенсию в 65 лет, а служба статистики рассчитала, к слову, например, что 70 лет – продолжительность жизни, то он получит накопленную сумму в течение 5 лет. В случае же кончины накопления остаются потомком. Планируют создать пенсионное агентство, которое будет заниматься регуляцией новой системы. Реформа подразумевает обязательную включенность участников, не достигших 40 лет, и добровольную основу для тех, кто старше 40 лет на данный момент. Так что о том, насколько хороша эта реформа, уместнее спрашивать у молодых, для которых новые регуляции будут обязательными. Работа, которая тут предоставляется студентам или тем, кто вообще начинает свой жизненный путь, она предоставляется неофициально. То есть те же работы официантом, консультантом, администратором в каких-то отелях, то есть все, что касается сферы обслуживания, которая так популярна в Грузии, так раскручивается, она предоставляется неофициально. И, соответственно, все эти накопления, которые будут, так сказать, копиться на пенсионные сбережения в дальнейшем, их не будет. Авторы законопроекта уточняют, что базовая пенсия, которая существует сегодня, сохранится, а все накопления, поступившие от работы, добавятся сверху. Поэтому, кто работал какое-то время без оформления или вовсе был безработный, сумму базовой пенсии все равно получит. Анна Анастасия Адиш, Алва Сурамалашвили, Хабар-24, Грузия. Анна Адиш, Алва Сурамалашвили, Хабар-24, Грузия.